Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Лусь, уходи, уходи, надо скорее одеваться и смываться. Эй, погоди, я не успел тебя сфоткать. А вот она, наша героиня, бедная мандаринка. Зря она убежала от телефона. Сочная пусто. Вы посмотрели небольшой первый опыт в технике стоп-моушен ребят 44-й школы Владивостока. Создать такой фильм не просто, а очень просто. Стоп-моушен состоит из двух противоречивых слов «стоять» и «двигаться». Но ведь что такое видео? Это 25 остановленных мгновений, то есть фотографий в секунду. На каждой следующей фотографии объект чуть-чуть перемещается. Когда их много, то видео смотрится непрерывно. Таким образом мы можем оживить любой объект. Конечно, делать 25 фотографий для одной секунды видео – это очень долго. Представьте, что для минутного ролика надо будет полторы тысячи фотографий. Даже если вы затратите на одну фотографию 3 секунды, то вы будете снимать почти полтора часа. Конечно, чем больше кадров, тем лучше. Но и достаточно 5 кадров в секунду. Снимать можно как фотоаппаратом, так и телефоном. Желательно выставить ручные настройки, так как в противном случае у вас может гулять фокус и экспозиция. То есть ваши снимки могут терять резкость или изменять светлость. Поставить в настройках разрешение кадра не больше 2-3 мегапикселей. В смартфоне это часто называется качество съемки. Напомню, что нам не нужно качество выше, чем Full HD. А это 1920 на 1080 пикселей. То есть примерно фото в 2 мегапикселя. Если количество пикселей не обозначено, то ставьте самое низкое качество. Если у вас зеркалка, то она позволяет размыть фон, что сделает ваш кадр объемнее и выделит главный объект. Для этого надо полностью открыть диафрагму или переключиться в режим портрета. Девайс необходимо стабилизировать штативом, струбциной или просто надежно поставить и опереть. Для плоского фильма, как мандаринка, телефон можно закрепить на столе объективом вниз, прижав книжками. Для объемного поставить на столе. При отсутствии штатива для вертикального положения телефона можно использовать самодельные варианты. Это может быть алюминиевая или медная проволока, бельевые или канцелярские прищепки и прочее. Тут главное очень нежно касаться фотоспуска, чтобы не сдвинуть девайс. Сзади желательно положить или повесить фон. Он может быть однородный или соответствующий сцене. Если вы знакомы с хромакеем, то впоследствии уже в видеоредакторе этот фон можно заменить на другой. Тогда он должен быть такого цвета, которого нет в ваших героях. Прежде чем оживлять предметы, надо придумать историю. Это часто труднее всего. Если бы мы делали рисованную перекладную анимацию, то нам было бы проще. Можно было взять готовый сказку или рассказ и нарисовать героев и окружение. В случае с предметами рассказ придется придумывать. Чтобы он был интересным, в нем желателен конфликт, действие, разрешение конфликта. Далее необходимо сделать аудиозапись в вашей истории, как будто у фильма остался только звук. Она может рассказываться одним человеком или паролям. Записывать можно на диктофон телефона, рекордер или через микрофон в компьютер. Только при наличии готовой аудиозаписи вы сможете адекватно снять отдельные сцены. Особенно это важно, если параллельно герой говорит и совершает действие. Предположим, фраза длится 5 секунд, и что-то на этой фразе должно двигаться. Получается, что на эту сцену надо сделать 25 снимков. В хорошем фильме должны быть разные планы. План – это степень крупности. Он может быть общий, средний и крупный. Когда герой говорит или изображает эмоцию, то желателен крупный план. Если перемещать камеру, то ближе, то дальше нежелательно, то можно вначале отснять крупные планы, потом средние и так далее, согласно сценарию. Итак, у вас есть все отснятые фазы движения. Приступаем к монтажу. Это можно сделать в смартфоне специальными программами. Их много, трудно что-то советовать, и вам придется пробами выбрать подходящую. Я посмотрел некоторые бесплатные. У них общий недостаток – отсутствие возможности работы со звуком. Можно, конечно, готовый фильм перебросить в другую программу видеоредактор и уже там подставить звук, но его будет сложно синхронизировать с готовым видео. Можно было просто фотки закинуть сразу в видеоредактор и там склеить, но те бесплатные, что я посмотрел, не позволяют делать длительность фотографии меньше одной секунды. Можно, конечно, потом вторично забросить уже склеенный фильм и ускорить его в пять раз, но будет трудно рассчитать под это нужные звуковые фрагменты. Мы перешли к редактированию в компьютере. К сожалению, встроенные в операционку видеоредакторы могут склеивать фотографии, уменьшать их длительность, но не дают возможность синхронизировать звук с картинкой. То есть вы можете просто подставить музычку. В сети немало бесплатных редакторов, все они устроены примерно одинаково. Внизу лента времени для видео и аудио, вверху окно просмотра и библиотека фильтров, звуков, переходов, титров и тому подобное. Я их не тестировал, поэтому поиск вам в руки. Читайте отзывы экспертов, пользователей, скачивайте и пробуйте. В редакторе важно, чтобы была возможность выделить все фотографии и уменьшить их длительность. Чтобы была редактируемая аудиодорожка, а лучше две, для музычки. И желательно с графическим отображением звуковой амплитуды, для облегчения резки. Если ваш объект долго говорит, то фазы шевеления губ и глаз можно копировать и множить в разных вариантах. Примеров анимаций в технике стоп-моушен в сети очень много. Вы можете оттуда почерпнуть идею. Ведь все новое – это хорошо забытое старое. Субтитры подогнал «Симон»